Субтитры сделал DimaTorzok Игнат Тихонович, мир вам, здравствуйте. С миром, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Первым делом я спрошу, у нас все выставляется в интернет, вы не против? Нет, я не против. Все, говорите, пожалуйста. Я смотрел ваш ролик, который меня натолкнул, ролик посвящен, вы разбирали один ролик, который, значит, сделали ваши, ну, недоброжелатели. Называется это, сейчас скажу, называется это, секундочку, прояснение, номер три, прояснение кролику, украденному с моего видеоканала хулителями. Вы там такую тему просто подняли о дарах духа, ну, в частности, о даре пророчества. И вот у меня такой вопрос возник, вот в связи с этим, я просто немножко, ну, почитал более внимательно священное писание, и я заметил, что, как бы, вот это в новозаветное время к дару пророчеств в обязательном порядке, я так понимаю, было при, как сказать, был приложен еще дар различения духов, чтобы различить пророка ложного от пророка истинного. Вот этот, потому что, вот вы приводили, ну, как сказать, вы приводили свои какие-то доводы о том, что этот дар пророчества у вас есть, но вот вопрос такой, а вот дар различения духов, как вообще его, во-первых, стяжать, получить, да, и как определить, есть ли он у тебя или нет. Вот, вы можете на этот вопрос ответить? Вот, почему? Потому что, действительно, самое-то главное критерий истинности пророчества, это если его, ну, человек, обладающий развлечением и духов, вот, увидит. Потому что очень трудно, оказывается, судя по, я так по толкованиям почитал, очень трудно определить, кто пророк истинный, а кто ложный, без этого дара, без дара различения духов. Вот, вы не можете сказать, как этот дух стяжать, и как, вот, собственно, определить, что, да, вот этот дар есть в человеке, дар различения духов. Вопрос, я думаю, понятен, да? У нас есть слово канон, и перевод его означает эталон. Мера длины, трость. В оригинале означает трость. Эталон, мер, находится в Париже. Вот у нас эталон находится в Библии, Святой Библии. Вот у меня есть сайт, он называется «Квистине один народу.ру». Сайт, не форум, а сайт. Ну, просто в Яндексе, в Гугле, если зарядить, Игнатий Лапкин, библейский православный сайт. И там на, прям сразу книги идут. И первая открыта на главной странице «К истинному православию». И там тема, вы просто посмотрите, «Отцы и дети» называется. Вот, там все сказано. Мне повторяется, уже сделали замещание. Ну, люди разные, я говорю, спрашивают, как? Так, отсылайте просто к материалам своим. Там самый полный материал. Именно по дару, вот, по развлечению. Там все, все абсолютно. А, все базовое. Все. Кто у тебя, ну, тебе желательно, чтобы был у тебя наставник, были какие-то учителя, там, старцы. Ну, где-то близость такая. И показано, как это делается. Притом, на основании святых отцов, канонов, Святой Библии, Житий Святых. Там огромный материал. Я просто повторять буду. Ну, если навык есть, ты определишь. А если навыка нет, это надо выпросить у Бога. Ну, вот, как сказать? А от Бога или не от Бога эти дары? Что за дар? Ну, допустим, мы, если будем считать, первое Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Дары различны, но дух один и тот же. Дух с большой буквы. Толкование блаженного фефилакта. Показав различие между пророком и лжепророком, как раз ваш вопрос в этом. Говорит о дарованиях, дабы исправить тех, которые из-за них доходили до разделения. И прежде вращует того, кто получил меньшее дарование, и потому скорбит. Зачем ты, дальше он поясняет, оскорбляешься на то, что получил не столько, сколько другой? Это ведь не должное, что ли, а милость и дар. Посему ты будь благодарен, что Бог ничем тебе, не должен ничем, дал тебе нечто. Притом и тебе ему дал один и тот же Бог. Ибо не дал тебе ангел, а ему Бог, но обоим дал один и тот же Дух. Пятый стих. Еще чуть-чуть продолжу. И служения различны, а Господь один и тот же. Упомянула о сыне, как подателе благ, сказал о служениях, дабы более утешить скорбящего. Ибо, услышав слово «дар» и получив меньше, он мог скорбеть о том, что обделен в даровании. Но, слыша о служении, не так, ибо оно указывает на труд и под служение. Что же ты скорбишь, когда он, Бог, другим повелел трудиться больше, а тебя пощадил? И вот говорят, от Бога, не от Бога. Вот он говорит. Как считать, имел ли пророческий дар, скажем, Серафим Царовский? Ну, неплохо было бы услышать, что он сам об этом говорит. Я думаю, что он скажет, что нет. А он говорит «да». А, нет, нет. Да, да, да. Ну, ну, говорите. Я просто к чему? Дело в том, что сам Серафим Царовский, я думаю, ну, вот вам известный вот этот вот момент из его, может быть, высказываний. Он сказал, что когда я говорил от Духа, ну, то есть, то было действительно, ну, сбывалось. А когда я говорил от себя, то были ошибки. Вот я у апостолов, там есть такая, ну, тоже он говорит о том, что, у апостола Павла, что есть пророки, есть, ну, разные степени служения в церкви. Есть пророки, есть учителя. И вот по толкованию Слатоуста, вот, учителя, они иногда говорят от Бога, а иногда от себя. То есть, видимо, у него вряд ли было пророческое служение, у него было, скорее, служение учителя, я так думаю. Ну, и вы же сами сказали, что вы читали всего от Слатоуста, поэтому все это вам известно. Я не читал, а начитанное на сайте, начитанное, начитанное с выражением, 12 томов и разбито по файлу. На нашем сайте, на второй странице, начитанное. И я тогда на катушках, то печатать нельзя было, я распространил его по всей стране. Это было в то время откровением. Вот архиерея мне говорит, вот я хожу, а переписал на маленькие такие, я-то на большие катушки писал. Я, говорит, хожу, в течение Великого Поста, я, говорит, два или что-ли дома прослушаю. Я, говорит, за всю жизнь, говорит, не прочитал. Да я, зрение слабое. А я, говорит, выйду, прогулюсь во дворе, слушаю наушники. Другие говорят, а мы были в Кавказских горах, и вас слушали, Златоуста. Это было здорово просто. И сегодня можно сделать, в машине поставил диск и слушай. Я вот вопрос, как ставлю. Что такое пророчество? Сначала нужно разобрать. У линей понятие пророчество такое, Нострадамус – пророк. Вот он сказал там, ну, что он сказал-то? Ты сначала посмотри. Вот сейчас пишут, ну, везде известный такой, Митар Тарабич. Зарядите его. Митар Тарабич. Это сербский. Я посмотрю, кто это, что это, да? Тарабич – пророк. Настоящий пророк. Он в событии, не как Нострадамус, там зашифровано. Там ничего вообще в Нострадамусе нет. А это христианин. И он говорил о всех событиях мировых, и как будет дальше. Просто себе черкните его. Митар Тарабич. Я уже нашел его сейчас вот в этом. Я потом почитаю про него. Да, так вот, пророчество, согласно святых отцов и того, что говорит апостол Павел, есть знание прошедшего, настоящего и будущего. Вот мы если посмотрим на пророков, иные вообще ничего не пророчествовали, а названы пророком. Почему? Они точно объяснили сегодняшнюю ситуацию. Вот Моисей говорит бытие. Пророчества ни одного нету. Но он говорит, как сотворен был мир. И он пророк Моисей. Боговидец. И вот почему апостол Павел говорит, если все пророчествуют, он говорит, ревнуйте о даре пророчествах. Ревнуйте. И войдет кто-то, и он обличаемый. Чем обличаемый? Не то, что будет, говорит, разведешься с женой, у тебя болезни какие-то будут. Речь шла, что он говорит, проникая в душу. Вот это пророческий дар. Даже ты не знаешь об этом. А Господь берет и Саул, неужели, говорит, Саул во пророках? В пророках. И он лежал до вечера раздетый и пророчествовал. Мы видим из Священного Писания люди, которые даже и не хотели. И когда шел, он сам начал пророчествовать. И Господь дает. А с лица начала пророчествовать. Валаам, да он же, он же народ Божий хотел проклинать. Еще подобного. Когда мы поем звездой учахусь, а мы учимся от Валаама, он видел звезду далеко. Никто больше не видел. То есть Бог вложил, и он начал... Он говорит, я призвал тебя проклинать, а ты благословляешь. Не могу. Поэтому дар пророчества, это дар истинной проповеди, в которой обличается... Был ли пророк Амян Затауст? Конечно, был. Он его пророк и учитель. Он обречается всеми. Два дара у него. Два дара различных. Он сказал, пойдет, приходящий кто зайдет к вам, и скажет, с вами Бог, и пойдет ниц. А когда зайдет там что-то, они говорят невнятное, они скажут, не беснуетесь ли вы. Вот здесь надо быть просто в курсе, что означает пророчество, и какой это дар. Это во время проповеди, ты даже сам того не знаешь. Вот говорят, ну почему один говорит слово, ну будто по слову Божию, называется там миссионером, а у него ничего нету. Ну а почему другой, только несколько слов сказал, и душа обращается? Когда сказать? Что сказать? И где промолчать? Это Бог полагает. Понимаете? Я себя пророком не считаю. Нет. Я не пророк. Но Бог делает что ему угодно. Вот она пишет. У нас обращаются как люди. Я сказал, напишите, как вы пришли к Богу. Ну все пришли в основном, я в пяти университетах вел занятия там, и студенты там кто. И вот одна пишет. Я, говорит, была у кришнаитов, у разных людей там, ну у других там просто бродила, где попала. И услышала случайно разговор, что в университете техническом ведут занятия. И она дальше все описывает. Я, говорит, открыла дверь, зашла, и слышу, вы говорите, в этот момент я говорил о будущем. Ну, по слову Божию, как растолковано святыми отцами. Не мое-то. И вдруг человек один на первой скамье встает, и почему-то он пошел назад. А я, говорит, сразу на его место сел, и прямо передо мной сел, а я на капель, за капелью стою. И вдруг вы посмотрели на меня, перестали говорить. И вдруг, говорит, начали отвечать на мои вопросы, какие у меня были. Притом в том порядке, в котором они у меня были, и на который никто не отвечал. Я пять вопросов, один за другим отвечаю. Я узнал только из того, что она написала. Я не понимаю. Другие с мужем, говорит, развелись, а все, ну, увидели на столбе наше объявление. Давай зайдем. Я могу назвать. Первое, это Наталья Приходько, а второе, Занудинова. Вот. Вот они зашли, они зашли, и я в это время разговаривал о любви к Богу. И, говорит, мы только в двери, они увидели объявление, решили зайти. А уже развелись, говорит, мы уже все. И вдруг на нас посмотрели и стали говорить о разводе. Ну, конечно, они больше не развелись. Я ничего бы этого не знал. Это Бог делает. Но Он взял, а дальше я, может быть, говорил уже опять на прежней теме. Я знаю это на практике, когда ты Богу доверяешься. Вот у меня, я, может, не слышали, я говорил, у меня в жизни были моменты такие переломные. Взяли меня в армию, дальше в морфлот. МФ. Для Бога, морфлот. А теперь я, ну, 77-й год. У меня осталось все. Я много занимался, чем печатался, писал, издавал книги. Я все оставил. В один день все оставил. Я говорил минимум четыре проповеди по 25-30 минут в храмах. Каждую неделю. И вдруг я больше ни одной проповеди не говорю, только если там где-то были там в Лиссабоне, в Грузии, там в Америке, там уже вызывают. Ну, знают. А так нигде не говорю больше. А что осталось? МФ. Молитвы и форум. Я потом только разобрался, как это Бог делает. Молитва семикратно в день. 118 Псалом, 164 стих. Это молитва Трисвятое и 100 поклонов. И своими словами. Не менее 7 раз в день. А раз я пенсионер, свободен, у меня иной раз, до 18 раз становишься. И когда я говорю о молитве, это не всем понятно. Вот я ждал второго ареста, когда я только просил, Господи, дух молитвы, чтобы не покинул. Я беседую с баптистами, они сидели когда, а что это такое? Я когда расспрашиваю, сидел отец Глеб Якунин, там Зоя Крахмарникова, Саша Огородников, которые, ни у кого этого не было. А как, откуда я знаю, как? За меня молились, во-первых, а дальше я разбил день на 5 частей, на 4, на 5, по полтора часа молитвы шли. Псалтырь просчитывал за два дня, Новый Завет за неделю. Так дальше молитва была, из тех камер стущали, что помолитесь, пошли. Это Бог делает так. Я прошел, как будто по ветру. 5 тюрем позади, лагеря, как будто пошел Бог. Я говорю, вот вы слышали такое? Я молюсь, а отбой в 10, в 8 часов, уже в 6 пообеду, поужинали, заключенные, в 8, 70 человек в камере. Я уже знал, 3 человека не курят, всего только 3. Вымыть тщательно руки. По хантам старший, кто смотрящий, чтобы ни один не закурил. И в это время, один берет, я даю Новый Завет, он считает, открываются камеры, охранники с двух этажей стоят у дверей. И это каждый день 2 часа проповедь. До этого неслыхано было. А ночью я молился, встал, утром-то прилег маленько, я говорю, вчера вы молились, я не оборачивался. 7 человек становились сзади на колени с вами. Можно мы тоже встанем? Это Бог делает. У меня нет ни образования, религиозного, ничего, у меня есть просто любовь к Богу и к Святому Слову Его. А где я так не поступал? Я грешный человек, я и страстный, ну, это не означает, что я там в блуд пал или где-то. Я увлекаюсь, допустим, всем, вот писал стихи, у меня 3467 стихотворений, по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. В один день отрезал, ни одного нету. Видите как? И поэтому пророчество, я знаю, что это такое. Не пишете сейчас стихи? Не пишу. Руха, аж дрожи, другой раз охота. А 80 стихотворений, 86 на песнопение, на музыку положено. А это все записано на музыкальном виде? На аудио. В аудио записано. Я выставляю каждый день два стихотворения. Каждый день. На нашем Ютубе. Нет, я знаю, я это видел. Я имею в виду в виде песен, вот как вы говорите, на музыку, то есть положено. Ну да. Вы зарядите просто в песнопение в Ютубе. Ну запишите, я скажу хотя бы какие. Несколько. Святая Русь. А, хорошо. Какие именно? Ну такие. Несколько хотя бы. Святая Русь. Название. Я понял. Я видел, на гитаре играл у вас. На гитаре играл. Ваш человек. Да. Вот это я видел. Я думал, у вас есть какой-то, может быть, диск записанный. Нет, нет. Зачем мне это? Мне, да. А почему вы не защищаетесь? Тут одна, первая секретарь КПРФ Ремнева. Я говорю, а чего защищать? Ну, кандидатскую там. Я говорю, еще чего. У меня нет никаких званий. Совершенно никаких. Я просто люблю моего Господа. И тружусь, ну, любой знает, что без лукавства. Я отдаю 100% то, что у меня есть. Из имения, из всего, что у меня есть. Талант, какой великий, малый. Имение, дом, что у меня есть. Это для моего Господа. Оно не мое. Поэтому я все подписал, все на кого-то завещал. И уже давным-давно. И как будто бы никогда не жил на этой земле. Просто вот это интересно. Вот вы там, в этом ролике, о котором я говорил, ваш ролик, которым посвящен был именно рассмотрению, значит, ну, как сказать, хулиганского ролика ваших недоброжелателей. Вы там, в конце, где ближе к концу, сказали, что ваши книги были написаны в пророческом духе. Это означает по Библии. В пророческом духе. В каждой книге, книги, а их 38 томов у меня, по 750 страниц. Каждая книга. Открытым оком. Открытым оком. Ну, и там другое есть. Вот. И в каждой книге, в среднем, конечно, примерно 3000 ссылок с Библии. А ссылка, это не только с их, бывает целый пакет. Это надо просто увидеть один раз и понять, что таких книг вообще нет. Вот пример. Допустим, я объявляю в университете, когда ведут, я в течение месяца на все вопросы буду отвечать только по житиям святых. И, конечно, Библия и жития святых. Значит, 1173 жития я все время проворачиваю. И какой момент из жития? Это 7-8 том. Теперь, я дальше объявляю в месяц, я буду отвечать на ваши Библии и из поэтов России 300 поэтов за 300 лет. По тематике, по тематике, не просто там какие наши поэты российские отношения к семье. Я Сарду Никитина привожу, Высоцкого. Шесть стихотворений на каждый вопрос. Шесть стихотворений какое участие наших российских поэтов было в подготовке революции, допустим. Шесть поэтов. Тут Максимилиан Волошин, тут Набоков. И откуда взято? Шесть. А у него стихотворений это не шесть, у каждого. Я из всей его плеяды должен вытащить отдельно и вставить. И у каждого эпиграф из Библии. Это 26-й том. Эту книгу вообще нельзя нигде выстоять. Еще мгновенно сметается прилавка. Там кто это с литературой связан. Я должен был в голове прокручивать 20 тысяч файлов. Стихотворений. 20 тысяч. Я их мог до шести часов говорить наизусть. Просто Господь мне дал это. И я не считаю, что это мое что-то. Это дал Бог. Он дал и так же легко и отнимет. Вас гордился? Да, это очень уникально. Но я к чему говорю? Я просто спросил почему. Потому что я-то думал, что если вот как пишет Золотоводзор, что если пророчествующий говорит все от духа, а учащий говорит иногда и от собственного разума. Так вот, когда речь я так понимаю идет о пророческом духе, если написано все в пророческом духе, то есть написано от святого духа. Это можно ставить наравне со священным писанием. Нет, в духе, в духе. То есть я еще поясню вторая часть. У меня не написано ни одной строчки, а эта речь идет не о двух страницах, 38 книг, чтобы я кому-то подлаживался. Как бы не обидеть Путина или патриарха Кирилла или Алексея или брата родного. У меня нигде этого не было, нигде. Прежде чем начать начитывать, даже начитывать, я объявляю во время поста еще и говенья, усиленный пост. Еду к Пархиерею, тогда был, потом он Ставропольский Геден, митрополит был, благословляюсь и начинаю это все за кадром. И тогда я насчитываю. И поэтому, если я считаю жития, люди слушают, там же на сайте есть, слушают и плачут. Почему? Потому что я считал и плакал. У меня воображение, это первое качество лидера, оно развито, как у Виктории Гюго, когда он писал о битве в Атарлоо. Я, говорит, слышал, говорит, ржание коней, запах крови и пороха. Я не слышал ничего, но у меня вот это сострадание. Я как бы вместе с ними сходил на костер, их в морозилке держат, а у меня комната такая, ну, под нижней полкой с угробиком снег лежит. И я босиком ходил, у меня ноги не мерзли даже. А не ходил, и стою часами. Ну, это не два, не три, это две с половиной тысячи часов я простоял. Пятьдесят книг, примерно, насчитано мной. Это все на сайте. Это надо просто увидеть и услышать. Вот отец Арсения книга, знаете, мной насчитано. И как бы ни считали, у них ничего не получится. Почему? Кто-то, вот я архипелаг, гигулаг насчитал, там есть. А-то, говорит, видно, что зэк считает. Один, говорит, я слышал, артисты считают. Вот это вот, вот насчитано. А другой, говорит, да его, говорит, к стенке поставить надо, меня, говорит. Он говорить-то правильно не может. Он ударение делать не так, меня к стенке поставить. Больше тогда никак. Один, говорит, хоть, говорит, как? Я, говорит, его только слушаю. Почему? Я весь там. Я как бы этапом прохожу. Я мучаюсь. О чем бы он там ни писал, я это пережил. На моем хребте борозды остались. Вот в этом дело. А он артист, там напустили музыку, даже Библию считает. Ну вот, пишут, у меня Библия там насчитана. Послушайте, как считают. Я совершенно никакой. Честа. А людям нравится. Почему? Вера. Она буквально в каждой строчке сквозит. Вот в чем дело-то. Пророчески означает, пророки были дерзновенные. Они не покорялись никому, как пророк Михей. Скажи, как все. Я скажу, что Бог скажет. И я говорил то. Я когда веду занятия, и во всех отделах милиции, это пять отделов, горы и края УВД, это пять. Во всех их я вел многолетнюю, за мной приезжают, и я у них выступаю. По заказу. Об экстремизме скажут, там еще что-то. Тема какая. Это сотни милиционеров сидят. Во всех университетах здесь, институтах, техникум, и десятки школ. Ну, трудно найти, где бы, в лагерях, в тюрьме, в прокуратуре, КГБ. Всюду и везде. Заводы, фабрики. То есть, более востребованным нельзя. Вот воинские части, все мои были. За мной я приезжаю домой, оседляют два полковника. Мы, говорит, решили самолет зафрахтовать, говорит, вас по разным городам, перед военными. Понимаете, это, допустим, у нас было здесь на площади, собралось, очень большой был, 91-й год, просто накал такой был. Ну, и на главной площади в городе, перед дворцом спорта, здесь рядом администрация, народу тьма. И оказался здесь я. И вот у меня, там, для слова Божьего, не отутся, я перед микрофоном, у меня увидели, милиция бегом, объезжали, видимо, кто-то дал указать, меня под руки, я не пойму, что делают. Затащили, и я первый выступил. Готовились гробить коммунистов. Накал был ужасный какой. Я сказал слово. Я стою как раз перед микрофоном, на корочке, на моей книге. И сказал, мгновенно все утихло. А завтра у меня по разным организациям, которые боролись за свободу, против коммунистов. И перед всеми пришлось выступить. Ни одного выступления после коммунистов не было. А я не коммунист. Они меня гнобили. Я сказал, не в этом дело, вина в нас. Не родился бы Ленин, были бы мы другие. Вот понимаете, надо вперед туда и назад уметь глядеть. Говорят, мы против того, чтобы воевать. Мы строго пацифисты. Никак. Да ты же православный. Православный, я не беру оружие. Я служил в армии, в морфлоте, в ракетных частях. Никак. Ну а как тогда будет? А Гитлер? Давайте раньше посмотрим. Он бы не родился. Он не зачался бы в эту ночь. Вот в чем дело. А где книга судей? Вот если мы так будем рассуждать, смотреть маленько туда, тогда бы этого ИГИЛа не было. А понимаете, вот ИГИЛ, ИГИЛ, вы знаете, о чем я говорю. Вот для вас это ничего не говорит. А для меня это задуматься. Я всем говорю, вам не кажется, вот сколько меня преследуют эти вы здесь священники, они добудут благословенно у Бога. Это награда. Имя ваше не понесут. Велика ваша награда на небесах. Я за них молюсь. Я знаю Сергея Дудина, нет квартиры. Каждый день стучу к Богу. Господи, дай ему квартиру. Он, они мне венок сплетают. Злат они мне не сделали. Когда я по Америке ездил с проповедями, меня спрашивали, какой вред вам принесли КГБ, когда сидели. Я говорю, мне сделали известным. Я бы к вам не приехал. Меня бы не вызвали, не заплатили за меня. Надо увидеть, что за этим. Что за этим. Они, говорят, для того щука, чтобы карась не дремал. Они сказали неправду. Да наплевать, да забыть. Они ни одного слова правды не говорят. Они меня не знают. Ни один не встречался. А ты посчитай, те, которые встречались. Ни одного слова похожего нет. Моя жизнь не похожа на них. Я не такой, как они. Это высшая награда. Я не такой, как они. Вот и все. А вот священник Сергей Дудин, он с вами же общался. Как общался? Он меня не видел ни разу. Как общался? Вот у вас много роликов с ним. Ну, он общался, общался. Где он сообщался? С роликами общался. Из роликов-то он еще и не взял. Не было. А почему произошло такое странное? Я объясню. Человек такой. Коварный, хитрый. Бездарный. Вот представьте. Я не бываю в контакте. Но у меня модератор, администратор, они работают по всем этим. И вопросы на мой форум перекидывают. Которые мне там задают. И говорит. Вам вопросы сейчас задают 1300 человек. Это чего-то стоит? Ни два, ни три. Много очень. Много. Работают специалисты. Там просто высший класс специалисты. Компьютерщики. Программисты. Что его за дело? А там, в контакте, так. Если три или пять человек одновременно пожаловались, а закрыли. Закрывает на полмесяца или на неделю. И он набирает людей. Дал указания им. А, люди-то какие батюшка, батюшка, батюшка. И они закрыли. Те люди криком кричат. Куда он делся? Почему не отвечают? Меня только открыли. Я один ответ дал. Только он мгновенно опять. Они нажимают. Меня опять заблокировали. Это подлянка из подлянок. Зачем я ему нужен был? Но потом, когда он увидел, что делает. А я там молюсь за него. И он мне, простите, я не знал, что делать. Я вот заблокировал. Я сейчас напишу в администрацию, чтобы разблокировали. Какой сатана его держал за язык? Все у нас по-хорошему. Я ему книги выслал. Все. Проходит время. И сейчас он опять сорвался. Ну что? Это его планита такая. Он это и избран. У него другая участь может быть. Господи, в судный день не вмини им. Я прямо плачу о них. Господи, не вмини им. Мне это никак не повредило. Но они сказали, сделали. Вот представьте, мы сидим в епархии местной, в Московской патриархии. Сидят два рядом епископа. Максим Дмитриев и Евтихий Куршкин. Это ваш бывший владыка? Бывший. Он домодедовским потом был. Пять лет был домодедовский у патриарха Кирилла. Что на момент там переходный какой-то. Они там все закулисно это делали. Вот мы сидим за столом. И в это время они бьются к тому, чтобы мы вошли в Московский патриархат. А мы к РПЦЗ по сегодняшний день относимся. Две общие на всю страну. Вы относитесь до сих пор? До сих пор. Две. Всего только две. И они там с патриархом Кирилловиной решали. И новый митрополит сказал. Мы, говорит, тут решили, что вас не трогать. Оставайтесь как есть. Я знаю, из-за чего они. Я помолился. И мне открыто, из-за чего они решили так. Так вот. Мы сидим за столом. В епархии. И когда они стали говорить прямо. Ну вот надо ближе, сближение. Там то другое. И мой брат-патриарей отец Аким говорит. Ну как с вами ближе-то быть? Вот сейчас в интернете вы выставили. Что потеряевки служат. Они не Богу, а демонам служат. Это сатанисты. Там виссарионовцы. Ну с чего ему попало? А этот архиерей-то. Московская патриархия. Дмитриев Максим. Он сейчас в Ельце. Да вы что? А рядом сидит секретарь. Говорит. Да это отец Георгий из Горного Алтая. Убрать! Он только убрать. Вот таким выражением. Я пришел домой, смотрю, в интернете уже ничего нет. То есть они бессовестные, невежественные, трусливые, корыстолюбивые. И могу ли я на него обижаться, когда он уже пострадал в жизни своей? Он убрал. Сейчас только архиерей Ростислав одно слово скажет, ни одного ролика не будет. Ну представьте, рядом сидит... То есть вот этот Томский благовест или как-то... Да, благовест в кавычках. Зло благовест. Вот там сидит рядом Алексей Самсонов на место Максима Степаненко. Теперь, как это, миссионерским отделом. И вот он начинает говорить с такой важностью, я их знаю, встречался. Не знает и не встречался. А лжец царствия Божия не наследует. Написано, ущицы лжуцов в озере Огненном. Он уже горит. Дальше. Я знаю, он ездит на двух уазиках. У меня ни одного не было, ни разу не ездил. Два. Два даже. Ну, путь-то мой открыт перед всем. Мы купили газель специальную, грузопассажирскую. Прошли от Владивостока до Лиссабона. Скандинавию, Прибалтику и Турцию. Ну счет это стоит. И мы не просто едем, я дарю в каждой библиотеке. За два года только я подарил на 7 миллионов 150 тысяч. Ну счет это стоит или нет? Это нельзя повторить. Во-первых, ты книги должен издать такие. Дальше должна быть команда. Ну, понятно, что, ну, дальше. И вот я заранее, я как, вроде я как Брежнев, я могу только по бумажке говорить. Он протокол составляет, как разговаривать. Я по бумажке говорю. Ну, понимаете? Нет, я знаю, что это он со слов каких-то священников. Он же сказал, что это какие-то священники, говорит. Мне рассказали одно и то же. Происходит такой ритуал. Значит, такие лжецы, как ты. Я не претензии ними, я просто поясняю. Ну, если бы он сейчас вышел где-то, вот так выступил в пещат. Я бы его припечатал, сейчас подал в суд, его и все кончено. За подрыв деловой репутации и прочее. Я судился с такими. От них праха нет. У меня суд за судом были, все до одного разгромлены, опубликовали, заплатили и на этом кончилось. За мной нет ничего. Я перепроверен на десятки раз. Все жены продавлены на самом мелком сите, просеянные. У него нет ничего. И дальше протокол, как я выхожу, как снимают, съемочная группа. Съемочная группа. Вот это все, что у нас есть. Ну, размер ладони, съемочная группа. Да еще тот не всегда работает, заряжать нечем, дороги было. Ну, понимаете, ну, ни одного слова нет. И где они говорят там, так они говорят не только здесь, они говорят еще и в Ютубе. И в Ютубе. Я проповедую обрезание, ветхозаветние. Это вообще надо обдумать. Я говорю, что крещение прообразовано было обрезанием. Это Павел говорит, послание к Колоссиным-то. Не я говорю. Да, это Павел. Они исказили все таинства. Венещания нет. Венец где-то над головой идут, вот так вот держат. Нагло-то не надевают. Крещения никакого нет. Мокрая ладошка задел по голове. Обливания-то нет. Обливания, значит, до гола раздеться и три ведра воды вылить во имя Отца и Сына. Ничего нет. А при чем тут я? Не я это делаю, они это делают. Поэтому я им сказал один раз. Они обливанием крестят все? Они не крестят ладошкой мокрой по голове только. Но везде так. А запрещено же сейчас? А запрещено вроде все это дело? Ну запрещено на бумаге. На деле это ничего не запрещено. Он должен быть извержен из Сана. До 30 лет рукополагает. Каноническое правило запрещает. По другим местам правила не дают объяснения. Правила и сказали, ну и все. А это правило имеет трактовку. Потому что и Христос вышел не раньше 30 лет. Отсюда вывозят, что они выше Христа лезут. Но в 17 лет уже иеромонахам ставят. Такое бывает разве? Я просто не знаю об этом. Не знаете? Вот вы услышали. Это правило. Шестой Вселенский Собор, 14. Нет, правила знаю. Я не знал фактов, что такое бывает у нас. Что ставят? До 30 или 33? Примерно 99%. Надо же. Да. И при том это так же и у старобрядцев. У старобрядцев такое бывает? У старобрядцев Белокреницкой иерархии. И Древнеправославной, Новозыпковской. Одинаково. Ну Никон. Никон где-то в 23 года. А вакуум в 21 год. Ну что спрашивать-то? Друг с другом воюют. А оба незаконно поставлены. А может быть у них, они как-то объясняют. Может это какое-то снисхождение. Снисхождение какое-то. Вы знаете, когда хороший постановый фильм, мастер Маргарита. И начинается с чего? На патриарших прудах. Валан говорит. Ну нужны доказательства Христа. Не надо доказательств. И он сразу начинает говорить и показывает. Вот идет Пилат с красным подбоем у него, шаркающей, кавалерийской походкой. И перед ним Христос. Не надо доказательств. А сатана говорит. Какие доказательства? Если Бога не признаешь, ты безумец. Почему сказал безумец сердце своем от Бога? И не надо доказывать. Это безумец. А златоуст говорит. Безумнейший из безумных. Вот надо просто гореть этим духом. И тогда ты увидишь ничего. Во-первых, злами никакого они не сделали. Никакого. Я пью, ем, ложусь спать. Они мне не мешают. На молитве они не мешают. Но как ты расположен? Вот когда в советское время говорили. Вот советская власть, там верующим. Я никак не отношусь к советской власти. Но я говорил. Что они мне запрещают? Давайте. Они запрещают мне. Ну и дальше почитаю. Молиться не запрещают. Ни днем, ни ночью. Я ночью встаю, каждую ночь молюсь. И они мне не мешают. Поститься они мне не запрещают. Пост и молитва уже у меня есть. Главное оружие. Милостыню. Я с первого дня плащу 9 десятин. 50 лет. Не одну десятину, а 9. И так жизнь прожил. Они мне не мешали в этом. Я делал огромное средство, собирал. Сегодня я ролик сделал. Сейчас на первом месте ролик. Куда эти деньги шли? И потихоньку. Никому не говорите. Вот так говорю. Специально. На издательство новых заветов. От нас тысячи заветов шли. Где? Подпольного, баптистов отделенных. Для меня я не баптистам давал. Я давал Христу. Я мне, как Давыд говорит, говорит. Межи мои, проши по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Для меня Псалтирь, это книга. Мы каждый день молимся по ней. На русском языке. Это синодальный перевод? Синодальный? Другие я не признаю. Совершенно не признаю. Опровергаю. И даже не советую в руки брать. А вы же вроде говорили, что там чего-то не хватает в синодальном переводе. То ли книг каких-то не хватает. То ли целых фрагментов. Или глав. Это в третьей книге Езры, в седьмой главе, не хватает 106, кажется, стихов. А они есть только в Брюссельской Библии. Которые православные брали там, допустим, с манускрипта. То с того не было этих стихов. Ну, вырваны, как говорится, были или что. Это о будущих судьбах, о вечности, там, стихи. Они ничего ни на что не влияют. Но когда я насчитывал, они у меня насчитаны. Я их расчитываю. Это более полный вариант. Да, теперь в пророческом духе, еще раз повторяю, означает. Пророки были дерзновенно и не нашли никогда ни у кого на поводу. В таком духе написаны мои книги. Вот что-то неясно где-то. Я сразу на колени. Я могу стоять на колени часами и сутками, пока Бог не откроет. Тут такой ситуации просто, я, ну, как раз насчет дерзновения. Вот вы цитировали патриарха Сергия Строгородского. Его статью, которая для меня была все-таки каким-то, я просто не знаком был с его творчеством. Вот, такая действительно статья там, написано, что воздвигал Господь людей неких, которые... Да, знаете, я просчитаю вам. Вы знаете. Нет, а я вот, перед глазами у меня. Вот, перед глазами. Что, значит, Господь... Чрезвычайные... Вот. В чрезвычайных ситуациях возникали, значит, такие люди, пророки. Но тут сказано... Вот вы, правда, не дочитали в своем ролике. Но тут, правда, сказано... Он приводит, например, Григория Богослова и всех борцов именно с ересями только. То есть, получается, что и... Ну, тут вот все. Чрезвычайные вожди пророки восставали в церкви Ирине Леонский, Киприан Карфагенский. Во время Арианской смуты восстал Афанасий Великий. Тут даже, говорит, не имеющие сана, даже не епископ. Вот Иоанн Дамаскин, Феодор Студитов. Вот. У вас в книге Иоанн Дамаскин назван Апологет Тьмы, по-моему. Там что-то такое есть. Но я имею в виду, что... Как сказать? Вот. Это меня, правда, смутило очень. И я поэтому и спросил по поводу пророческого духа книг. Я думал, наверное, вы все-таки от себя это сказали, что Иоанн Дамаскин – это Апологет Тьмы. А что конкретно? По определенной теме? Я никогда не ставлю рамки, в которых человека загнать. Вот Серафим Саровский говорит, когда Дух Святой покидал его, в то время он говорил неправильно. Я про это говорил. Отдельный момент. У меня служение учительское. Я же приводил Златоуста, что учителя говорят иногда от себя. И, соответственно, ошибаются. Ну, допустим, Иосиф Володский. Ну, какой это? Сталин в православии. Какой же это святой-то? Это же надо понимать, что он делал. А что он не так сделал? Я что-то просто не знаком, может быть, с его каким-то... Он князю сидел и бухтел, где они ночью. Казнить надо. Он говорит, даже мы же христиане. Ты царь, ты должен применить власть. Пока не начались казни, у нас свое автодавие. Это все по него. На нем крови море. Какой же это святой? А он приводил примеры. Он же приводил примеры. Он примеры приводил из Светхого Завета, из Житий Святых, по-моему. Только не Новый Завет. Господь будет судить нас по Слову Божию. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Для меня это был решительный рубикон, через который я перешел. Когда уверовал. Когда мне в 23 года впервые в руки дали Новый Завет. По нему Бог будет судить, не по Ветхому Завету. По Ветхому Завету рубить голову надо, как пророк Илья. И вопросов нет. А Господь сказал, не знаете, какого вы духа. Не знаете. Не знаете. А другой дух уже, да? Ну, Христос сказал. Они говорят, Господи, позволь нам, как Илья, на деревню там не приняли их. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Это совершенно другой дух. Там написано, ненавидь врага. А я говорю вам. А я. Это означает поворот. А, я говорю. А я говорю вам, любите врагов. И вот смотрите, что пишет. Я сегодня разбор сделал. Вам, может быть, интересно будет. Вот. А что пишет Митар Тарабич? Тарабич. Тот самый, о котором вы говорили, да? Да. И вот я нашел. А почему я? Я его не знал даже. А тут у нас сейчас идут занятия по скайпу. Ну, это всюду там цепляются люди заранее. Их Сергей Пупков заводит. А, я был на одном таком занятии. Вот. Далеко на севере. Далеко на севере? Так. Ну, далеко на севере. Севером это Россия считается всегда. Россия. Появится маленький человек. Как понимать? Рост там маленький. Или званий никаких у него нет. Маленький. Пальцы загибайте. Три. Дальше. Четвертое. Который станет учить людей любви и сочувствию. Четвертое. Четвертое. Пятое. Но вокруг него будет много лицемеров. Пятое. Шестое. Поэтому ему будет очень трудно. Седьмое. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Следующее. Восьмое. Но от того человека останутся мудрые книги. Девятое. И все сказанные им слова. Девятое. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Вот десять пунктов. Если они где-то сходятся на ком-то, человек по неволе должен подумать, а как это и к чему. И она прислала... То есть она подумала, что это обогнать этих на человека. Да, именно она так и сказала. Я просчитал, тут нет ничего, что не соответствует. Но присислить себя к ним, я... К чего ради я буду? Ну, сходится. Иоанн Златоуст говорит, все, что ты считаешь в Священном Писании, а, видимо, и дальше, ты присваивай себе. Христос умер за весь мир, а ты скажи, умер за меня, как у баптистов. А лично мой пришел Спаситель. Если ты это не усваиваешь, тебя это не касается. Все, что есть, написано нам, достигших последних веков. Первое Коринфянам, 10-я глава, 6-й, 11-й стих. Конкретно, четко и ясно. И вот то, что сказал Сергий Строгородский, а он мне не друг, так как зарубежная церковь его вообще никак. Я когда просчитал, я понял, что это относится ко мне. Никаких званий у меня нет. Туда никто не относится. Чрезвычайные моменты. И как они будут? Благодаря чему-то его поддержит кто-то там, даже Дамаскина кто-то. Меня никто не поддерживает. У меня вообще никого нет. Я просто говорю. Вот не могут простить, что я говорю о мощах, что мощи надо захоронить. А вы поносите, как я поношу? Первое место. О мощах сказано. Прах ты. Мы все прах. Все прах. И в прах возвратишься. Не в антиминсы, не в кресты. В прах. Это поле будущего воскресения Господня. Откуда это пришло? Все. А он против монашества. Я за монашество двумя руками. Но не такое, которое дает обеты. Которое прячется. А чтобы был один, и чтобы он свидетелем был, и шел по всему миру, как шли апостолы, как Павел. И для того, чтобы монастыри эти были докормить, которые одинокие были, которые себя полностью израсходовали в деле благовестия, докормить, допоить. Чтобы там были школы миссионеров. Мне нравится, как назвать монастырем. Родная сестра Александры Федоровны, царской жены, Елисавета. Они у них принимали обета. Она ухаживает за раненым, ее одеты, все по-монашески. Ей понравилось за каким-то безногим или кем-то. Она матушке подошла, сказала, матушка Елисавета, мне вот этот Семен понравился, зовет в деревню. Она езжай с Богом. У нас тут иеромонах был, женился, сейчас ребенка нажил. Он не наш был, но рядом был. Другие диаконы, иродиаконы, то есть монахи, подряд женятся. А они знают, я о монахах говорю. И ко мне тогда приезжают, ну что делать, я вот полюбил. А вот тут на меня надо отлылись не на то место. Я за то, чтобы не давали обеты, но если дал, умри, но не нарушь. Понимаете? Люди не могут никак понять. Я не лицемерю нигде. Я за то, чтобы полностью были отданы для Бога силы. Не женатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? Да женатый жене угодить и знаешь, что никогда не угодишь ей. Точно так с той стороны. Что тут понимать-то? У меня четкая, ясная программа. У меня здесь это есть выступление одно. Если бы в университете задали вопрос. Если бы избрали патриархом, что бы вы сделали? Вот вы отвечаете. Я отвечаю. Первое, что бы я сделал, закрыл все строящиеся храмы. Прекратил стройку. Рассчитать все, у кого заняли. А потом, когда надо будет, тогда построите. Второе, немедленно, в течение одного дня, открыть три тысячи училищ. Научить людей любить Христа и любить Священное Писание. Потому что во всей Библии четыре анафемы. И они направлены только против тех, кто не любит Христа и кто искажает Слово Божие. Тысячи, тысячи. Говорят, а где бы вы взяли? Я знаю, я уже договорился. Я договорился уже. Тысячи учителей у меня стоят у дверей. А где? Я обратился к самым правильным сектантам, баптистам. Они троицу признают. Вы согласны? Согласны. Не трогать православную догматику, учить только любить Христа и Бога. Согласны? Все согласны. Вот училище. Ну и дальше, что бы стал делать? Я говорю, определённо. У меня программа есть. Ну круто это. Я об этом не знаю. Я знаю из Священного Писания. Жизнь слишком коротка, чтобы играть. На нашей совести столько нацепилось, когда мы не проповедовали. Он мог обратиться, он не обратился. Почему я ему не сказал? Господи! Да он же был рядом с ним. Этот врач меня лечил. Я лежал в больнице. У меня не было такого. Он мне делает операцию, режет, а я ему говорю о Боге. И Гумен пишет, ну вы видели этого человека? А я прошу, не делайте мне обезболивание. Я хочу, как Христос, пострадать. На операционном столе. Вот он стоит, руки поднял, уже вымытые. Как эти хирурги делают? Я говорю, я лягу, когда сделают операцию. Операцию делает он теперь доктор медицинских наук, профессор еврей, Шойхет Яков Нахманович. Ну становитесь, молитесь. Я сам на колени молюсь. А рядом стоит, потом он мне расскажет его, как сказать, ассистентка или кто там, помогает, Матрёна. И говорит, Яков Наумовича назовет, не Нахманович, его правильно. А, ну сколько можно? Говорит, тихо. Я помолился. Он говорит, все, все, ну ложитесь. Мне сделали операцию. Меня с работы привезли. С работы. Я всю жизнь на стройке работаю. А дальше что? А дальше меня привозят. И теперь, когда будет оттаивать, он все-таки сделал обезболивание. От вас не зависит. Ваши мускулы будут сжиматься. Потому что они обезболенные. И в это время я в камере. Студенты пришли медицинские. Стоят. И я им свидетельствовал, наверное, не менее одного часа. А в это время у меня боль-то основная прошла. Это Бог знает. Я куда ни гляну, везде со мной мой Господь. Чудо дивное и славное. И все-таки вот интересно. У Сергия Старгородского сказано просто про борцов с ересями. То есть, а вы все-таки с ересями не боретесь? Я так понимаю. Просто с некоторыми нестроениями в церкви, как вы думаете? Ну, то есть, какие-то, может быть, недостатки у каких-то священников? Я так понимаю. Или у вас догматические какие-то есть прям претензии уже даже к нашим? Никаких нет. Догматичество – это не догматика. Это просто невежество. Они правильно говорят. Выступает Иларион Алфеев, митрополит. И говорит, во всех наших там требниках, во всей литературе написано крещение только с троекратным полным погружением. Об этом все говорят. Это говорит Смирнов. Говорят, но не делают. Вот в чем дело-то. Олег Синяев говорит об этом. А как он будет говорить против-то? Это еретик-то, да? Отойди от него. Говорят правильно. Но если они ладошкой мокрой задели лоб, его крещение уже нельзя. А-то никакого не было крещения-то. Как будто мозги отшибли. Как будто печать Антихриста стоит. Как будто. Они согласны правильно крестить. Но если только он не крещеный. А крещения-то не было. Его обманули. Он ничего не знал. То есть крещение происходит именно только при полном погружении, да, я так понимаю? Не полное погружение, а обливание только в трех случаях. Когда клиник лежит раздавленный. Второе в тюрьме, когда никакого сосуда нет. И степи у татар в плену. Вот. Все. Зачем под это подгонять? Не надо, надо делать. У нас просто половина, половина, я думаю, а то и большая часть населения так крещена обливанием, ну, великоплением, может быть. Я скажу вам слова патриарха Кири, этого, Алексея. 98% священников меня не слышат. А он об этом говорил. Я могу сейчас прям зачитать вам о крещении, что он говорил. Крестить только там, где есть бапистерии. И священники упускают, даже не считают, сакраментальной части пропускают. И страшно сказать, берут деньги за это. Это самая настоящая симония. И против них мы будем принимать меры канонического прещения. Каких бандитов мы принимали в церковь? Я цитирую его. Бандитов. Я читал эту статью, которую вы... Я при чем здесь-то? Я все время трублю, что надо, необходимо, по-серьезному. Бегите на ресталище. Бегут многие, но один получает награду. Я не священник. Если я печник, я строитель. С меня спросится, печь дымила или нет, какое тепло давало. Если я не проповедую, Павел говорит, горе мне, если я не проповедую. Я это пропинил к себе. К себе. У меня жизнь прошла в накале. Я не лежал, не спал лишнего, еще не съел. И все, все брошено на прославление моего Христа. А они говорят, что... Ну, говорят, это еще больше награда только. Это благодать в их устах. Я хотел вот еще вот узнать. А вы, получается, скажем так, догматы церкви тоже рассматриваете с точки зрения Библии? То есть, вот если вы говорили сейчас про мощи, что если вот этот догмат о почитании мощей, он не соответствует словам Библии, значит, это не... Ну, как сказать? Значит, это получается ложный догмат? Ложный догмат? Это не догмат. Догмата нет о мощах. Нету таких догматов. Исправить надо. Любое нарушение исправляется. В Седьмом Вселенском Соборе. Взять все мощи и с песнопениями, с патриархом, в самом почетном месте захоронить. Что тут противоположно тому, что прах и в прах возвратишься. Они эти слова-то вообще не хотят слышать. Но они говорят, наверное, о том, что там благодать присутствует. Благодать присутствует. Да куда она делает благодать-то? Люди, вот ехал Евнух, ему стал говорить Филипп, никаких мощей нету. И он уверовал во Христа, крестился, поехали дальше. Оба сошли в воду. Что придумывать-то? Благодать. Да когда-то самое благодатное место не храм, а кладбище. Ну, там Златоуст тоже вот об этом же пишут. Да я не против. Пожалуйста, пожалуйста. Я сказал, я мощи не отнимаю. У нас антимин в храме. Но я говорю то, что будет Бог спрашивать. Притом, я когда составлял симфонию на житие святых, на 12 томов, симфонию составил. И ни одного нет, который разрешил бы. Ни одного. А много, которые запрещали. Вот Семен Столпник, его уважает патриарх. Похороны. И патриарх решил взять одну волосинку на память из бороды. Рука тотчас отсохла. Что еще непонятно-то? В житии такое было, да. Такой момент. Странный для... Я вот, честно говоря, так и не понял, почему так. Потому что привыкли мы к тому, что мощи раздробляют. И, собственно... Разве это написано, не поступайте под стихием мира? Нет, ну я имею в виду, мы привыкли, что таково предание церкви. Вот, то есть... Ну хорошо, я сказал. Если предание, его надо подтвердить чем-то из Писания. Но этого нигде нету, чтобы резать. А Елисей, мощи там, исцеление... Ну почему сегодня это не исцеляется нигде? И мощи-то его не тронули, они остались лежать. Никто их не резал. Ну я думаю, что это делается же... Помните вот слова Писания про любовь? Что любовь никогда не пристает, даже когда пророчества умолкнут и языки прекратятся. То, что Златоуст пишет, что вот когда... Что и пророчества, и языки, они, говорят, прекращаются тогда, когда нет в них нужды. Ну то есть, когда вера уже... Ну догматы, видимо, установлены, тогда уже не нужно. Для подтверждения веры нужны знамения, он имеет в виду. А если они... Если их не происходит, значит, Господь показывает, что вам, значит, достаточно и без чудес. Ваша вера, она, ну как сказать, она достаточна и так. Это Иоанн Татос говорит. Я, говорит, не ищу чудес. Я верю. Я верю. А это не надо. Люди ходят, часами стоят и такие же остаются. Вера от слышания, не от мощей. Господь оставьте, говорит, не выкапать, а хоронить мертвецом, мертвецам мертвых. Это даже, которые хоронят мертвеца, чтобы выкапать, будто бы Бог даже не додумался до этого. А потом еще резать. И вот они, ноги там отрезанные, отпиленные, там, это момент, как-то, еретик. Два мешка напилил в Киеве. Остался там, ну его разоблачили, там утром арестовали, дурдом отправили. Да не было никогда этого нигде. То есть никогда, никогда, вот, ну, никогда не выкапывали, получается, мощи, да? Никогда не было. Даже мощи... Когда это начали дел? С какого момента? Знаете, когда? Это надо спрашивать тех, кто выкапывает. Мне данные не нужны. Я только один вопрос задаю. Скажите, нетление мощей – это святость? О, это большая святость. Ну, а как же сейчас обнаружили там у нас алтайская принцесса, ей 3000 лет, и она нетленная? Нетленная? И начались... Ее взяли теперь в музей-то, начались землетрясения, там трясет, и они, там, ученые все, верните ее на место, верните на место. Так нетленных-то сколько обнаружено у этих, которые там кришнаиты-буддисты? Ладно, нетление. Я говорю, а вы получили веру откуда? Из Греции. А в Греции как? У них, наоборот, если нетление, значит, грешный. Покажите, где эта граница-то? Почему вдруг? Граница-то на каком месте-то? Ну, явно, что совершенно не то говорят. А там так. Выкопали его там, допустим, ну, срок, я примерно говорю. Через три года нетление, снова зарыть. Еще раз открыли – нет. Кажется, на третий раз бросай хоть в море его, это грешник из грешников. А у нас бы его целовать, вначале резать и дома хранить. Как Кураев говорит, нанотехнологией занялись. Я просто думал, что, ну, все-таки святых канонизируют и мощи там признают не по таким признакам, а по чудесам. По чудесам имеется в виду. Не надо канонизации. То есть, происходит по молитвам чудеса или что-то происходит, тогда признают, ну, как благодать. То есть, по действию благодать. Если она есть, то признают святыми мощами. Я так понимал. Ну, может быть, я не прав. Может быть, действительно смотрят на нетление или еще какие-то вещи. Не знаю. Ну, ладно. Вот это интересно. Вот мне рассказали. Я вот, честно сказать, многое не знал. Первое Коринфянам, допустим. Вот сейчас давайте прощем одно место. Вот. Четвертая глава. У вас далеко нет там? Сейчас Коринфянам. У меня есть. Первое Коринфянам. Глава 4, да? Да. Сейчас. Подождите, сейчас. Я, может быть, тут у меня закрывается. Вы через... Цитаты из Библии. Программу, да? Подождите, минуточку. Сейчас я заряжу здесь, посмотрю. О, мне так плоховато вижу здесь. Первое Коринфянам 4, 5. Считайте. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Понятно, тогда не судить никак. Судить как? Придать анафеме или канонизировать? Никак. Бог запретил. Значит, суда Божьего никакого уже не надо. Никак. Канонизация должна быть отменена. Нельзя. Бог запрещает это делать. Не надо на Божье место остановиться. Который придет и осветит скрытое во мраке. В житиях написано. Вот он заходит, возьму Паисий Великий, в городе Траур. Такой-то важный человек. И вот умер, и все говорят, отзывается положительно. Он говорит, а где? Там, в центральном зале, в актовом зале. Он зашел туда и видит, он лежит, а люди рыдают и говорят, что за столетие один такой праведник встает. Как он все это говорил и проще. И он видит, как сатана стоит, в руках трезубец у него и душу из него вынимает. Вот скрытое во мраке. Это в житии Паисии Великого? В житии Святых. Я понял. Это в житии Святых Паисии Великого, да? Такой эпидемент. Да. Теперь, Макарий египетский и Макарий Александрийский. Макарий Александрийский стоит в храме. А люди как? Причащаются, чаще причащаются, чаще исповедуются. Причащаются, их поздравляют. А он в это время видит, что когда священник протягивает руку, у него из рук берет ангела и относит в алтарь. Ничего нет. И стоят черные пиопы и в рот толкают уголь. Ни один не видит, он один. Почему в церкви об этом не говорят? Чем причащают людей? Ну, это вот, да. Чертова пища. Чертова пища в устах людей. Почему? Многие больные немало умирают. Повторяю. С 17-го, там уже 19-го, там напишут, января. По старому стилю. Макария Александрийского. Теперь смотрим, юродивый там Андрей в городе идет, видит, хоронят. Священники рядом с кадилами. Ну, канонизировать надо. Со святыми у покой. И дьявол идет. Да будьте вы прокляты. Человека повину во всех грехах. И во всех грехах вы со святыми у покой. И кропят его вонючей водой из туалета и пеплом сыпят. Почему это из житий святых не считают Дмитрия Ростовского? Я насчитывал это все, слышал и видел. И они никогда не будут читать это. Почему? Потому что все, что это делается, с покойниками манипуляциями, это все окажется не так, может быть. Надо думать о том, что Бог нам заповедал. Заповедал любить его, любить ближнего. И в этом все. Игнатий Тихонович, я просто тут поглядел, вот тут есть такой, вот вы, я сейчас прочитал фрагмент, не судите прежде времени. Вот есть такой преподобный Исидор Пелусиот. Вот он на этот момент говорит, что, сейчас, он сказал, что, явно же, что сказано сие, или о делах неявных и неудобо исследуемых, или о яствах, вкушении или невкушении, которых безразлично, о чем и в послании к римлянам святой Павел говорил пространно. О делах же явных и сам он произносил суд, и предписал судить, за них и сам отлучал, и повелел отлучать от церкви. А в отношении дел неявных повелел ждать, пока не придет Господь. Ибо ни с чем не сообразно присваивание достоинства судьи, без суда приносить приговор и не предоставлять оного правилу истины. Ну, то есть, ну, как бы в чем, тут как бы мне не видно никаких особых проблем, ведь действительно мы не судим о неявных делах, мы не знаем, о чем думали люди. Но о явных, о благодати, когда происходит благодать, какие-то вот явные чудеса, какие-то явные проявления, ну, Божьей силы, тогда вот, наверное, принимают решение, что человек свят. Вот я так думаю. Откуда это взялось-то? Откуда? Не судите никак. Человек ошибается. Можно столько туману напустить. Вот, допустим, пишет «Жития», ну, к примеру, сказать, Матрона Московская. Ну, вы узнаете сначала, как это, кто делает-то. Кого-то избирает там, сидят там старички в клобучках там, и они решают, где на небе, на земле. Им что открыто было? Нет, конечно. Он в раю был? Не был. А определенные правила написали искать. И вот они, которые были, вдруг находят записи. Она сильно обрещала священникам за то, что они заразрушили все. Это Серафим Царовский говорит-то. Который в этой комиссии сразу «Ой, это не пойдет. Это убрать надо». И вот пишет один Сергий. Да вы знаете, говорит, вот к Игнатию по-разному относятся. Но поверьте, говорит, пройдет 50 лет или меньше, и будут канонизировать. Что не нравится в церкви, это выбросят. И мощи будут резать. Я говорю, как дам с сапогом, так из могилы вылетят. Посмеялись, да и все. То есть это все делается просто. Сумели? Ушакова Федора канонизировали. Сейчас смотрят на канонизацию Сталина. Прямо вовсю. И стоят. Икона уже стоит. С одной стороны Дмитрий Ростовский, с другой стоит Александр Невский. У меня это показывали. В церкви. Ничего себе. Ну еще спрашивают. Лютеране канонизировали Адольфа Гитлера. Икона его стоит. Его канонизировали только за то, что он уничтожал евреев, которые не дают людям жить нормально. Только заодно это, говорит, можно канонизировать. Это говорит мне православный священник. Так теперь на канонизации прям вплотную подошли Георгия Жукова, Есенина. Там они уже все это, очередь, говорит, стоят. Ну безумие полное. Кого вы... Ну вот это еще готовится. Так, это действительно безумие. Но есть моменты же действительно странные. Вот когда канонизируют, например, вот сейчас в число новомучеников, исповедников включены люди, которые, например, ничего общего не хотели вообще иметь с Московской Патриархией. И тем не менее их признают у нас святыми. То есть засовывают их туда, куда они не хотели сами. Вот это вот странно. Вот это я не понимаю, например. Хотя, ну а куда деваться, мы их все равно почитаем. У меня данных нету, но абсолютно точно. Называется такое явление деканонизация. То есть их канонизировали, строили храмы в их честь, детей называли. А потом, когда разобрались дальше, то новые сведения поступили, а они были предатели Сиксоты КГБшины, НКВДшины. Их деканонизировали обратно в Патриархии. А, я читал что-то такое у отца Андрея Кураева. Ну еще спрашивается. Ну игра просто идет. Анну Кашинскую, сколько раз они пальцы как пригнуты. У мертвого во время судороги они как угодно могут быть пригнуты. А вот у ней пальцы так, старобряд соберутся, у ней двуперстно было определяет. Двуперстно. Если они прижали, сейчас смотрят уже троеперстно. У Петра Первого было, говорит, икона плачет. Икона плачет. Он сразу послал, расследовали. Они там подвели, и когда зажигают лампадку, по трубочкам течет, он сразу сказал, если еще плакать икона будет, ваши задницы будут плакать. Еще на это смотреть. Мы даже Бога боятся. Для Бога каждую минуту посвящать жизни. Но не святые, слава Богу. Но дело-то в том, что я им молюсь всем. Молюсь. Я их перечисляю. Каждый день здесь не меньше сотни святых, мучеников, исповедников. Я молюсь им. Молюсь им каждый день. Каждый день молюсь. Но я говорю, не надо этого делать. А как надо так? Вот так, как есть, как я сказал. А уже сделано, принято, я принимаю. Но у меня есть своя мысль, которую я сверяю со Священным Писанием. Это не по Писанию, когда люди вторгаются в то, что Богу одному известно. Даже доброе дело. С какой целью говорил? С тщеславия или сделал, чтобы тебя где-то узнали, возвысили, учли, приняли. Знаете, Бог с намерения, с намерения судить будет. А это их никто не знает. Сердечные при том. Даже не проявленные никак в мимике. Я понял. Хорошо. Спасибо, Владимир Тихонович. Я сегодня получил больше, чем даже, собственно, собирался выяснить. И благодарю вас. Надеюсь, в следующий раз вы меня снова примете, если будут вопросы. Так вот какое дело. Я сегодня об этом говорил, скажу вам. Я основатель и начальник детского лагеря 44 года, православного. Мы были единственными на весь Советский Союз. Ну, у меня определенные правила. Если ребенок отвечает, я не верю, я в лагерь его не возьму. А родители крепко верующие. Но если ребенок немножко верит, родители не верующие, я его возьму. Не надо ему портить лето. Это свободное дело. У меня нет там, у меня писятики, адвентисты, цыгане, евреи, немцы, кого только не было у меня. Почему? Вопрос спросил. А почему так берете? Потому что мы работаем над ними. Вот они отдали сектантского ребенка. Ну, я ему говорю, Юра, ты как у вас принято молиться? Ну, вот так руки. Ну, я знаю как. Вот так вот. Ну, на молитве ты будешь молиться в храме так. Согласен. Все. Ну, на молитве ты должен быть. Родители согласны. Мы его не принуждаем. Проходит одна неделя, он молится, крестится. Родители приехали. Юрка, ты совсем православный стал. А мы ни разу ему не сказали. Никак. Он увидел любовь. Вот представьте, смотрят по интернету там что-то в Англии. Директор Кэстовского института. Ксения Дэннон. Зарядите ее, вы найдете. Она нас там открыла. И она в потеряевку при сопровождении из Останкина прилетела. Это чего-то стоит. И вот профессора психологии приезжают. Как в течение одного месяца ребенок-наркоман полностью забывает об этом. Как это можно выводить? Главный движитель лагеря ТРС с большой буквы. Любовь. А у меня физическое наказание есть. Целый арсенал. Там приезжает и ФСБ. Ничего нигде нет. Ну, уберите из устава это наказание. Я говорю, нельзя. Я обязан показать. И вот здесь. Я ввожу, ввел. Не принимаю, кто играет в компьютерные игры. Они бесноватые. Сейчас по тебе побеседовать по скайпу видимо ввожу со вчерашнего дня кто часто исповедуется и причащается. Сначала расспрошу как. Потому что они ведут себя прямо беснуются. Ну, с вами. Я ожидал от вас, что если вы так будете, значит последняя встреча. Ну получилось не так. Нормальный, хороший, простой разговор. Они не слышат, не могут замолчать. Ты вопрос задал, я отвечаю. Я замолчал, а говоришь ты. Ну как, всегда диалог идет. Пришел-то ты ко мне и ты задаешь вопрос. Вопрос короткий, а его отвечать приходится пространно. Поэтому мне времени больше дано. Ну, с Богом. С Богом. Спасибо, Господи. Слава Христу. Слава Христу.